Это программа Актуальное интервью. Меня зовут Мария Владимирова. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о госуслугах окружной госавтоинспекции в электронном виде. Я приветствую гостя студии. Сегодня это начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Ненецкого округа Евгений Сафонов. Евгений Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Тема у нас заявленная. Электронные госуслуги конкретно вашего ведомства. Расскажите, какие услуги на сегодняшний день предоставляются ведомству? Регистрационно-экзаменационное отделение оказывает два вида государственных услуг. Это выдача водительских удостоверений и прием экзаменов, и регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. Вот что нужно сделать человеку, чтобы оплатить эту государственную услугу, получить эту государственную услугу в электронном виде? В первую очередь у нас активно используется система государственной услуги, то есть запись, обракившаяся через единый портал государственной услуги. Для этого необходимо создать свой личный кабинет и зарегистрироваться на сайте. При получении водительского удостоверения заявителю необходимо оставить заявку, оплатить госпошлину. Если заявитель обращается через единый портал государственных услуг, он получает 30% скидку. При стоимости государственной услуги по выдаче водительского удостоверения 2000 рублей, через единый портал госуслуг это будет стоить 1400 рублей. Прийти в экзаменационное подразделение строителей 21А и обракиваться к инспектору. При себе нужно иметь паспорт и свидетельство об окончании профессии, либо о медицинское заключение. Больше никаких документов не требуется. А как человек будет понимать, что он прошел всю процедуру через сайт госуслуги, что все у него там получилось, все правильно, все приняли и он может уже смело отправляться к вам? После того, как заявитель оставит заявку на едином портале государственных услуг, мы данную заявку аквизируем и человеку придет смс-уведомление, что очередь выделена для получения государственной услуги. А дальше ему как-то назначается время вашей инспекции? Время человек выбирает самостоятельно, то есть он удобно выбирает для себя день и время, которому прики. То есть очереди стоять не надо, значит на время гражданин приходит и мы с ним уже работаем. А вот для чего такой формат был выбран? Он более удобен, чем тот, который действовал ранее? Это сделано для того, чтобы сократить время ожидания в очереди, чтобы в дальнейшем не было очередей. То есть в современный век все дорожат своим временем и это очень удобно и прикид к назначенному времени и в назначенный день. То есть не стоять в очередях, не тратить лишнее время, не тратить лишние деньги. А насколько активно жители округа пользуются данным видом услуги? Есть какая-то статистика? С каждым годом активность жителей Ненецкого округа возрастает. Если у нас по итогам 2016 года через единый портал государственной услуги было оформлено 154 заявки, то по итогам двух месяцев двоея 2016 года это уже 170 заявок через единый портал государственных услуг. Люди понимают, что это очень удобно, очень быстро и очень комфортно. А тем самым нагрузка тоже на ваше ведомство, я понимаю, сокращается некоторая? В данном случае мы делаем так, чтобы людям было удобно. Это именно направлено для того, чтобы повысить комфорт предоставления услуг, которые мы оказываем. Но тем не менее по старинке кто-то еще действует? По старинке действуют, приходят. Мы им объясняем, какие плюсы в предоставлении государственной услуги. И люди оставляют заявки, обращаются в мои документы для создания личного кабинета, чтобы в дальнейшем этим пользоваться. Вот насколько я знаю, сейчас скидки действуют повсюду. Вот здесь 30% при оплате штрафа, выдавка в определенный период тоже. Это как-то привлекает людей к тому, чтобы пользоваться сайтом госуслуги? Это достаточно очень большой скимул для привлечения граждан, чтобы пользоваться сайтом государственных услуг. 30% это достаточно ощутимая сумма. Если при получении государственной услуги по получению логического удостоверения, как сказал, 2000 рублей, оплата будет 1400. Если при регистрации транспортного средства с выдачей новых регистрационных знаков, стоимость стоит 2850 рублей, а при оформлении заявки через сайт государственных услуг это будет стоить на 1950 рублей. То есть скидка достаточно ощутимая. И это привлекает людей, всех, которые от экономики. А есть какие-то сроки, например, по регистрации транспортного средства? Вот купила я машину, и что мне дальше нужно сделать? В какой период нужно ее зарегистрировать, чтобы не быть нарушителем? Зарегистрировать транспортное средство необходимо в течение 10 суток. Если собственник транспортного средства не успевает в данное время зарегистрировать, то наступает административная ответственность по статье 19.22 кодекса административных правонарушений за нарушение сроков регистрации транспортного средства. И штраф от 1500 до 2000 рублей. Тем не менее, он может ездить до тех пор, пока его не остановили, не проверили документы, либо как-то система отслеживает, что это машина, проданная другому человеку. Это сделано для того, что у нас на сегодняшний день разрешено регистрировать транспортное средство в любом субъекте Российской Федерации. То есть, где я его купил, там могу и зарегистрировать. Тем более, если я зарегистрирован еще на сайте государственных услуг, я могу без всяких проблем обратиться в регистрационное подразделение, где я нахожусь. То есть, нарушителем я могу быть только по собственной иниции АКИВИ. То есть, на сегодняшний день нам разрешено в любом месте зарегистрировать транспортное средство. Вот еще одно из нововведений. Да, с 1 февраля теоретическое удостоверение можно через многофункциональные центры оформлять. Вот насколько эта функция удобна для граждан? Для граждан у нас на сегодняшний день выданы 12 логических удостоверений, которые граждане обратились в многофункциональный центр. Это достаточно еще молодой проект, и в дальнейшем мы будем проводить анализ. Удобно это, либо неудобно. На сегодняшний день сказать еще это сложно. Но сфотографироваться все можно в многофункциональном центре, либо все равно придется ходить еще, чтобы собрать все необходимые документы. Гражданин обращается только в многофункциональный центр. Он предоставляет необходимый пакет документов, предоставляет фотографию, либо там фотографирует его, и потом получает водительское удостоверение, опять же, приходит в многофункциональный центр. То есть, два раза гражданину обратиться нужно в многофункциональный центр, а если он обратится напрямую в ГИБДД, и тем более через портал государственных услуг, это будет составлять один раз. То есть, второй раз ему приходить не потребуется. И время предоставления государственной услуги не займет более 15 минут. Вот в социальных сетях есть такие объявления, что некий гражданин поможет оформить все документы за какое-то там время, за определенную фиксированную сумму. Вот на ваш взгляд, это реальная услуга, либо это что-то вымышленное и даже может быть опасное? На мой взгляд, я бы не доверял свои личные деньги, сбережения неизвестному гражданину, либо гражданам, либо группе лиц, которые рекламируют данную услугу. То есть, отделение ГИБДД данную рекламную акцию никакой не проводит. У нас единственное, можно записаться только через единый портал государственных услуг. Некоторая фиксированная сумма у нас есть, это госпошлина, но 30% скидка еще будет, если я запишу через единый портал государственных услуг. То есть, рекламу никакую мы не даем, никакие фиксированные суммы, указанные на сайтах, мы не рекламируем, и это стоит все намного дешевле. Ну, а были такие случаи, например, обращаясь к вам граждане, что они уже воспользовались услугами неких таких помощников и их вот как-то обманули? Таких случаев не было, я надеюсь, что таких случаев не будет. Помощники никакие не нужны, то есть мы стараемся делать все вовремя, чтобы у нас не было очередей, чтобы у нас граждане все оставались довольны. Единый портал госуслуг, еще есть у нас межведомственный контроль, то есть гражданин, который обратился к нам для получения госуслуги, он может зайти на сайт МВД России и оставить там свой отзыв. То есть, как его удовлетворила, не удовлетворила наша работа при предоставлении государственной услуги. То есть, никакие помощники в данном случае не требуются. Если гражданин какой-то, либо граждане обращаются для оказания помощи, то в данном случае нужно вести себя настороженно. Всю информацию о транспортных средствах и о выдаче водительских удостоверений лучше инспектора никто не знает. То есть, у нас достаточно подготовленные сотрудники, которые всегда подскажут, расскажут и помогут гражданину, если у него возникают какие-то сложности. Граждане этой информацией полностью не владеют, которые у нас есть, информационная база данных, доступ к ним есть только у сотрудников. Распространение к моему информации не имеем никому права, потому что она является конфигенциальной. И тут нельзя доверять деньги посторонним лицам. Если говорить об оформлении документов при обращении к вам, какие сроки это занимает? И если это делать через многофункциональный центр, сколько дней уходит? Многофункциональный центр у нас до пяти дней получения водительского удостоверения. Если напрямую обращается к нам гражданин и через портал едино-государственные услуги, то это занимает максимум 15 минут. То есть, уже документы у него на руках? Документы будут на руках. То есть, через многофункциональный центр мы пока выдаем только водительское удостоверение по окончанию срока. Регистрация транспортных средств происходит напрямую в отделе ГИБДД. То есть, также человек обращается, предоставляет минимальный пакет документов. И в течение 15 минут мы обязаны и стараемся это делать, оказать государственную услугу. То есть, ожидание в очереди не должно составлять превышать 15 минут. Мы это стараемся делать, стремиться к этому. Но единый портал государственных услуг удобен кем, что я именно прихожу в назначенное время, в назначенное время. То есть, я затрачиваю минимальные ресурсы. Это очень удобно. В перспективе еще какие услуги могут войти в госуслуги, уйти в электронный вид, который предоставляется ГИБДД? На сегодняшний день все государственные услуги, которые ГИБДД предоставляет, они возможны получить через портал государственных услуг. То есть, зарегистрировать транспортные средства, поменять документы, получить водительское удостоверение, получить международное водительское удостоверение. Это все можно через гидридный портал государственных услуг. Ну вот смотрите, например, я решила получить права, проживая в Наринмаре, ну вот я уехала в другой город, там, в командировку или просто в отпуск, подала через госуслуги заявление, могу я в другом отделе ГБДД это получить? Это вы можете сделать в любом отделе, где вы находитесь. То есть если я нахожусь, неважно в каком городе, в Москве, в Сочи, и я увидел, что у меня заканчивается водительское удостоверение, я обращаюсь в любое регистрационное подразделение субъекта, где я нахожусь, и получаю данную госуслугу. Но если я запишу счет через единый портал, то я получу, во-первых, 30% скидки, в больших субъектах и очереди побольше, и я не буду стоять в очередях. То есть мне нужно прийти только к назначенному времени и в назначенный день. Это я делаю самостоятельно, это я делаю инициативно, и также оплачиваю госпошлину я на 30% меньше. Ну вот знаю, что многие регистрируются на сайте госуслуг, и на этом дело заканчивается, потому что потом нужно идти за подтверждением либо в национальный центр, да? Вот это не останавливает людей, чтобы пользоваться сайтом? Это не останавливает людей, потому что это разовая процедура. Если я зарегистрировался в моих документах и получил доступ к своему кабинету, чтобы пользоваться данным видом государственных услуг, в дальнейшем подтверждать не требуется. На сегодняшний день, после того, как придет у меня смс-оповещение с паролем, чтобы зарегистрироваться в личный кабинет, у меня есть 3 дня, чтобы данную запись активировать. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем пользоваться государственными услугами. То есть, если раньше было это бессрочно, то сегодня ограничили в течение 3 дней. Если я в течение 3 дней не сделаю, то мне нужно заново подавать заявку. Здесь уже все зависит от предприимчивости самого человека. Да, главное от желания. То есть, если я зарегистрировался, в дальнейшем мне больше не нужно находить мои документы. И это делать могу в любой России, получить любую государственную услугу. А есть у нас какая-то сезонность на Пылово, когда больше всего граждане обращаются, когда меньше всего, либо у нас? Не зависит это от времени? У нас зависит это от времени. Во-первых, это у нас конец летнего периода, большое скопление граждан, когда все проезжают с отпусков. И второй период – это у нас окончание новогодних каникул, когда открыт зимник, когда покупают транспортные средства, когда приезжают для регистрации транспортного средства. Также по выпуску у нас 3 учебных заведения на Ринмаре есть, которые обучают по профессии водитель, готовят кандидаты в водители, и по окончанию группы у нас достаточно много людей, которые сдают экзамены и получают водительское удостоверение. А вот, кстати говоря, про экзамены, чтобы человеку сдать экзамены, ему тоже нужно какую-то пошлину заплатить через... Экзамены абсолютно бесплатны. Мы платим госпошлину только для получения, для предоставления государственной услуги. Все остальное мы делаем бесплатно. Экзамены мы принимаем бесплатно. То есть при конечном результате, когда я приду получать водительское, я плачу госпошлину, чтобы получить государственные услуги по выдаче водительского удостоверения в соответствующей категории. Кстати, можно с вами сейчас пообсуждать немножко тему еще сдачи экзаменов? Насколько мы знаем, они достаточно ужесточились, и многие не могут с первого раза сдать, потому что за ошибку 5 дополнительных вопросов даются. Расскажите, насколько эта система позволяет выявить истинные, настоящие качества знаний, которые человек получил, обучаясь вождению? Система достаточно хорошая. Все зависит от гражданина, как он подготовился. То есть правила дорожного движения у нас все одинаковые. Правильно сказали, что 5 дополнительных вопросов у нас за одну ошибку. Если я делаю вторую ошибку, у меня еще 5 дополнительных вопросов. В итоге я максимальное количество могу ответить на 30 вопросов. Если в дополнительных вопросах я совершаю еще ошибку, то мне выставляется оценка «не сдал». При успешной сдаче и теоретического этапа я допускаюсь к следующему этапу. Это при сдаче нормативов на автодроме. При выполнении 5 последовательных упражнений. Это эстакада, разворот, змейка, поворот на 90 градусов и параллельная парковка с съездом в гараж. То есть при успешной сдаче данного этапа я допускаюсь к участию уже в дорожном движении в городских условиях. Есть, да, как-то у нас автошколы, которые лидируют по числу водителей, которые очень хорошо сдают экзамены. А есть те автошколы, где люди приходят на пересдачу, либо они все как-то равномерные? У нас уровень подготовки кандидатов в водители в автошколах достаточно ровный. То есть у нас нет лидера, нет, кто плохо готовит, потому что у нас все государственные учреждения. То есть преподаватели достаточно квалифицированные, занимаются с кандидатами в водителями очень хорошо, готовят их. И кандидату в водителе остается только получить знания. То есть это от его усидчивости, от его внимания, от его желания в дальнейшем сдать экзамены с первого раза. Ну вот а сколько времени проходит, если человек не сдал, когда он в следующий раз может прийти? Если я не сдаю какой-то из этапов экзаменов, я прихожу через 7 дней. То есть у меня есть 3 попытки. Если я этими 3 попытками не воспользовался, следующая передача только через месяц. Если я не сдаю экзамены в течение полугода, то мне заново нужно сдать теоретический этап. Но то за это никаких штрафных санкций не предназначено? За это никаких штрафных санкций не предназначено, и экзамены абсолютно бесплатны. А сколько по времени длится сам экзамен? 20 минут у нас на теоретический этап, плюс 10 дополнительных вопросов, это не более 30 минут. И 20 минут нам дается на выполнение упражнений, извиняюсь, 10 минут дается на выполнение упражнений на площадке или автодроме, и не более 20 минут у нас дается для выполнения упражнений в условиях дорожного движения. А теоретическая часть, она как построена? Это электронная база, которая сама отслеживает? У нас есть экзаменационный класс, то есть с программным обеспечением. Кандидаты-водители заходят в класс, занимают рабочие места, то есть это монитор с клавиатурой, ознакомливаются с инструкцией приема экзаменов, инспектор объясняет, что делать, что можно делать, что нельзя делать, что нельзя делать, переговариваться, подсказывать, пользоваться дополнительной литературой, телефонами. Из-за этого кандидаты-водители, бывает, удаляются с экзаменов. И после изучения инструкции кандидат-водители отвечает на 20 вопросов. Если успешно сдал, значит 20. Если не успешно, то еще 10 дополнительных. Вот для тех автовладельцев, которые вот только-только получили права, существуют какие-то памятки, чтобы они понимали, куда им обращаться при возникновении той или иной ситуации? Как они, опять же, могут воспользоваться этими сайтами через госуслуги оплачивать? С сайтами госуслуги мы ходим в общеобразовательное учреждение, проводим, доводим информацию, объясняем, что куда обращаться, в каких случаях обращаться, что можно делать, чем это хорошо, чем это плохо, что делать при ДТП. Данную работу мы достаточно активно проводим. А просветительская миссия? Да, и преподаватели тоже достаточно активно, это доводят кандидаты-водители при обучении. То есть у нас кандидаты-водители при получении водительского удостоверения достаточно подготовленные для участка дорожного движения по городу Наридмар. Ну да, просто люди, которые решили поменять права, потому что есть стекл срок годности, где они могут узнать, а вот, например, о том же, что существует, скидки, кроме того, что там телевизионные программы смотреть, у вас внутри есть какие-то памятки? У нас есть официальные сайты, официальный сайт ГИБДД, официальный сайт МВД России по Ненецкому округу, официальный сайт МВД России, то есть также это реклама на Рагио, реклама по телевизионанию, все это можно узнать. Что сделать, как сделать, и при обращении заявителя в регистрационное подразделение, у нас есть информационный плакат, где все это написано, у нас установлен компьютер, где мы показываем ролики постоянно для того, чтобы гражданин мог самостоятельно изучить и понять, что это действительно удобно. Вот если еще у вас есть что-то добавить нашим автовладельцам, можно обратиться непосредственно к ним и еще раз напомнить, да, что они могут, как они могут пользоваться. Уважаемые автовладельцы, уважаемые граждане, не обращайтесь в регистрационное подразделение ГИБДД через сайт государственных услуг, выбирайте удобное время, удобный день для получения государственной услуги, получайте скидку 30% и не сообщайте информацию, если вы стали очевидцем каких-то нарушений должностными лицами сотрудниками регистрационного подразделения и не доверяйте гражданам, которые пытаются вам оказать госуслугу без участия сотрудника ГИБДД. Тем более стоит, как вы уже сказали, гораздо дешевле самостоятельно оформить. Да, абсолютно верно, все это дешевле стоит, в разы никаких денег я никому не собираюсь отдавать, то есть мы все люди взрослые, нельзя доверять незнакомым лицам, тем более через, которые данные объявления дают через социальные сети. То есть у нас куча фактов, когда просят перевески деньги, вдруг попал в беду, когда там кто-то заболел, меня остановили сотрудники полиции, либо я что-то купил, переведите мне деньги, то есть всяким пользоваться нельзя. То есть обратиться непосредственно к сотруднику ГИБДД, и он всегда расскажет. Во-первых, это надежно, во-вторых, это быстро, и в-третьих, это безопасно. Что ж, Евгений Валерьевич, я вас благодарю за участие в программе «Актуальные встречи». Я думаю, что мы достаточно емко и доступно рассказали нашим гражданам, автовладельцам, как они могут пользоваться госуслугами в электронном виде. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго, увидимся.